всем привет вы на канале о вышивке и сегодня я хочу сделать видео по запросу как я пришиваю бисер в круговой технике и я сегодня покажу вам на примере иконы это мой новый процесс вот такая икона святая огни на примере этой иконы я буду показывать как я начинаю процесс вышивки как я начинаю пришивать бисеринки если интересно оставайтесь со мной и смотрите это будет живой процесс вышивки и возможно посторонние звуки такие как шуршание ниток будут слышны очень громко потому что это макросъемка но я думаю это не помешает мне объяснить вам технику пришивания бисера итак начнем все по порядку сегодня я хочу приступить к новому процессу это икона вышивка бисером у меня уже было видео где я купила эту икону под видео я оставлю ссылочку на магазин где представлены наборы от фирмы светлица а также большой а выбор бисера чешского китайского другие товары для рукоделия если вам интересно переходите смотрите а также вы можете воспользоваться моим промокодом инесса который даст вам дополнительную скидку вся информация будет под видео в инфобоксе ну а я хочу попробовать вот этот наборчик вышить это первый мой набор от фирмы светлица заодно я вам покажу как я пришиваю бисер в круговой технике как я вышиваю монастырским швом у меня уже было такое видео но как я вышиваю в круговой технике такого видео у меня не было я обещала зрителям показать и вот как раз в этом видео я покажу в общем что входит в набор сюда входит основа игла игла достаточно длинная кстати вот длинной иглой вышивать намного удобнее бисером чем короткой хотя это все индивидуально не всем удобно кому как но я люблю вот такие иглы подлиннее и кстати здесь ушко у иглы не такое уж маленькое потому что бывает такое маленькое ушко что даже вот такой нитевдеватель не проходит но я люблю пользоваться нитевдевателем поэтому для меня побольше ушко очень важно если попадаются бисеринки с маленькой дырочкой я их просто выбрасываю в общем вот такая основа мне некоторые зрители писали что такую основу лучше наклеивать на флазелин но я не буду наклеивать на флазелин я хочу посмотреть как получается эта икона в оригинале так как задумал производитель конечно же можно экспериментировать и можно для своего удобства много что делать но я уже говорила хочу попробовать разных производителей и сказать свое впечатление о них а поэтому что-то менять я не хочу ни бисер не бусины не основу ничего менять не буду вот как есть в наборе так и вышью так основа закреплена скрепками так аккуратненько сейчас вскрою ткань очень тонкая и нужно это делать аккуратно убираем скрепочки так ткань я не порвала несмотря на то что она тонкая в общем вот такая основа основа действительно очень очень тонкая очень тонкая и вот в такой тонкой основе есть опасение что лик будет стянут я сегодня вам расскажу некоторые правила как вышивать иконы и другие картины где есть лик или изображение которые не зашивается бисером в общем какое основное правило основное правило не делать просяжки по лику но вот здесь у нас круговая техника да вот сюда нельзя переходить то есть будем идти в одну сторону потом разворачиваться в другую вот здесь не должно быть никаких перетяжек но даже если вы не будете делать перетяжек все равно есть вероятность что лик будет стянут на тонкой основе в общем кому как удобно вышивать да кому-то удобно на пальцах вот эту основу можно запялить сейчас я попробую это сделать не важно что здесь не будет запялина полностью картина а будет запялина только будет запялина только середина потом я сниму когда вот здесь буду вышивать рядочками я сниму сейчас мы будем с вами вышивать ореол в круговой технике и я сейчас закреплю для удобства так для начала для начала посмотрим каким бисером вышивается ореол используется 11 цветов бисера также бусины в общем я разложу бисер по цветам в коробочку когда буду дальше вышивать а вот в эту коробочку насыплю бисер по цветам ну а сейчас пока я буду показывать как пришивать ореол круговой технике мне нужен будет бисер одного цвета это 017 017 это под номером 11 так вот он 017 вот такой бисер лимонного цвета а вот вы видите да если бисер пришивается одним цветом то можно взять а нить в цвет то есть можно взять вот такую вот желтую ярко лимонную нитку вообще все свои работы я вышиваю вот такой вот такой вот ниткой это обычная швейная нить 50 номер вот такая которая прочная потому что есть нить которые не прочная а это вот такая прочная нитка кстати в наборе отоковрез у меня вот такие нитки кто-то мне писал что нитки не очень удачные. Я не знаю. Я вышиваю все свои работы вот такими нитками. Здесь в комплекте нитки не идут. И вот, как видите, я свои любимые нитки достала. Хотя у меня есть нитки титана и мононить. Но я люблю вот такую нитку. А также я использую нитки по цветам, если одним цветом зашивается. Но вот сейчас у меня к сожалению, таких ниток нет. Надо, кстати, мне докупить нитки. Так, это очень яркая нить. Нет, лучше белая. В общем, красные, синие всякие есть. Я вот сейчас перебрала свою коробку. Яркие есть. Это толстая нитка. Она не годится. Причем она рвется. Вот это не совсем такая нить, которая мне нужна. Так что остается белая. Значит, буду пришивать все белой ниткой. Но можно взять вот под цвет основы, приложить. Если у вас есть желтенькая нить, то можно желтой. Или какая в вашей работе еще используется нить, можно использовать ее. Так, в общем, 0.17 у меня сейчас будет бисер. Остальной бисер пока я убираю. Дальше, когда я буду вышивать эту икону, разложу все и тогда буду вам показывать. Поскольку бисер одного цвета, удобнее мне будет насыпать его в чашку. Вот что я сейчас и сделаю. То есть я беру бисер, насыпаю его в чашечку. Много бисера я никогда не насыпаю, потому что я могу рассыпать. В этом плане я человек не очень ловкий. Если не я рассыплю, то рассыпет Ричард у меня. Так, запяливаем. Использую я простые пяльца. Это дешевые пяльца. В Леонардо покупала. Вот эти пяльца у меня 20 сантиметров. 18-20, где-то так. Есть поменьше, но мне неудобно их использовать. Я почему-то все равно люблю вот такие пяльца 20-сантиметровые. Сейчас мне нужно закрепить эту основу для того, чтобы показать вам, как я пришиваю бисер. Для меня самой не особо нужно это закреплять. Просто для удобства, чтобы вам показать. Как видите, пяльца намного больше. Можно было бы использовать пяльца меньшего диаметра. Не получается у меня здесь барабанная натяжка. И канва очень тонкая. Ее оказалось очень сложно запялить. Она то есть по уголкам она закреплена, но ничего. В принципе, для того, чтобы показать вам, как я вышиваю в круговой технике, этого достаточно. Что нам нужно сделать? В общем, нужно отрезать нить. Я сейчас отрежу нить покороче, для того, чтобы было удобно вам показывать. на самом деле я люблю отрезать нить подлиннее. Вышивать я люблю в две нитки, как я показывала уже в видео про леопарда. Но в круговой технике сейчас я буду вышивать в одну нить, потому что каждая бисеринка у нас будет пришиваться два раза. В общем, у меня есть небольшой такой свой... Я не знаю, может быть, еще кто-то так вышивает, но я сейчас покажу, как я придумала вышивать в круговой технике. Может быть, уже есть такие мастер-классы. У меня используется шов. Он не совсем как шов назад-иголка, хотя нет, это не совсем шов назад-иголка. Не знаю правильно, как он называется. Этот шов в общем, я сама придумывала. когда вышивала икона от Новослободы, там используется вот такая техника пришивания бисера. И многие мне писали, что бисеринки ложатся неровно. У меня бисеринки ложатся ровно. Вот сейчас покажу, как я этого добилась. В общем, начинаю я вышивать с внутреннего края. Так будет удобнее, чтобы бисеринки не цеплялись друг за друга. Если мы отсюда начнем бусины пришьем, потом будем бисер, то за бусины будет бисер цепляться. Маленький делаю узелочек. Когда я пришиваю в две нити, то мне очень удобно нитку пропускать между двумя нитями. Закреплять удобно. Беру бисеринку. Сейчас я боком вышиваю, чтобы вам было видно. Не так это ловко получится, как я одна вышиваю, но все равно главное, чтобы вам была понятна техника. Обязательно первая бисеринка всегда пришивается два раза. Для того, чтобы узелок не выпрыгнул, всегда первая бисеринка пришивается два раза. Это у меня правило в любой технике. Так, что дальше я делаю? В общем, когда я второй раз протянула нитку, я ее не вывожу назад, а я беру следующую бисеринку. Взяла следующую бисеринку, пришиваю, теперь возвращаюсь назад на одну, то есть, делаю шаг назад. Теперь опять протаскиваю через эту бисеринку и одеваю следующую. То есть, получается, вот, как видите, как видите, у меня получается вот сейчас на нитке одеты две бисеринки, вот они вместе пришиваю и возвращаюсь опять на шаг назад. Протаскиваю еще раз. Значки очень хорошие, хорошо различимые, полностью совпадают с размером бисера. Вот пока я начала вышивать, мне все очень нравится. Главное сильно не затягивать. Если сильно будем затягивать, то наша работа будет стянута. Так, дальше, дальше. возвращаемся назад. Эти наборы на сайте можно укомплектовать чешским бисером, можно укомплектовать китайским бисером, то есть, по вашему выбору. Можно купить отдельно основу, можно купить отдельно бисер. В общем-то, там бисер чешский по недорогой цене. Вот эта вот икона тоже стоит достаточно дешево. Почему я выбрала икону Святая Агния? У многих такой вопрос. В общем, я сейчас буду пришивать и заодно вам расскажу. вот как видите, бисеринки ложатся ровно. А если вы пришиваете другим способом и бисеринки у вас легли неровно, то что вы можете сделать? Вы можете пропустить нить вот так через все бисеринки немножечко натянуть и вот как видите, они будут идеально ровные. Выводим назад и закрепляем. То есть вот так вы можете исправить. если ваши бисеринки легли неровно, то вы можете исправить. Вот эти золотистые бисеринки, они немножечко отличаются допустим вот от этого бисера зеленого, но это везде в чешском бисере так они напоминают мелкую рубку. Поэтому они сами по себе не идеально ровные, но в принципе вот так вот если вы натянете, то будет смотреться намного ровнее. я люблю вышивать в две нити, но вот при такой технике получается, что каждая бисеринка будет пришита в четыре нити, потому что мы возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Ну, что хочу сказать. Основа тонкая, да, но вот как видите, все ложится ровненько. Я немножечко не могу понять, почему у меня нитка цепляется за основу. Что хочу сказать. Основа действительно тонкая, но как видите, у меня получается не стянута. Сейчас, конечно же, еще рано говорить, потому что у меня даже нет еще первого ряда вышитого. так, я вам обещала рассказать, почему Святая Агния. Меня зовут Инесса, и меня окрестили Инессой. Окрестили Инессой, но, как вы знаете, такого имени нет. Это было давно, но батюшка решил окрестить меня Инессой. Кстати, сейчас часто крестят такими же именами, которыми вам дали родители при рождении. Но если у вас нет иконы, Святой Инессы понятно, нет, какую икону вы можете себе выбрать? Вы можете просто вышить Ангела Хранителя, можете выбрать икону в тот день, когда вы родились. Например, открываете календарь и смотрите, в какой день вы родились и какие там имена. Либо вы должны посмотреть, от какого имени произошло ваше имя. Например, Инесса. Многие думают, что Инесса и Инна это одинаковые имена. Нет, это имена абсолютно разные. Дочку мы крестили Инной. У нее икона Святой Инна. Это мужчина. Инна это мужское имя. И Святой Инной женщины нет. Есть икона Святой Инна мужчина. У меня есть готовая работа, на канале тоже есть видео об этом. А меня крестили Инессой. От какого имени произошло Инесса? Кстати, даже на ютюбе я видела ролик, и там говорят, что Инесса и Инна это одно и тоже. Нет, это заблуждение. Инесса произошло от имени Агния, Святая Агния. То есть Агнеса, Инесса, это все варианты одного и того же имени. В общем, Аниса, Инесса, Агнеса, это все варианты одного и того же имени, и произошло оно от имя Агния, Святая Агния. Поэтому я выбрала эту икону. Хотя, конечно же, могла бы выбрать любую другую в этот день, выбрать имя. То есть вы можете это сделать самостоятельно, или просто взять ангела-хранителя и вышить. Я очень люблю именные иконы. Мне очень нравятся именные иконы. Я сыну Илье вышивала Илья Пророк, дочке вышивала Инна, маме вышивала Надежду, и мне хотелось все-таки именную икону себе вышить. Поэтому я эту информацию изучала и выбирала имя. Я очень была сама удивлена, что Инесса и Агнеса Агни это одно и то же. Я сама об этом не знала. Но вот нашла такую информацию. Многие зрители видят, что я вышиваю иконы и задают мне вопросы, которые касаются религиозной тематики. я уже говорила, что я не считаю себя человеком верующим. Я себя называю условно верующим. То есть я не атеистка, я не отрицаю есть Бог или нет. То есть мы же не видели, мы не знаем, какой смысл отрицать. Но и при этом я не истинно верующий человек. То есть я не соблюдаю посты, я очень редко хожу в храм, я ношу крестик, наизусть не знаю ни одной молитвы. Это очень плохо, нужно хотя бы отче наш выучить. Но я никогда не была атеисткой и подтверждение этому дочка моя, которая действительно верующая. Молодой человек моей дочери учится в семинарии в духовной. И когда вы мне какие-то вопросы адресуете касательно православной тематики, в принципе, я на них даже не имею права отвечать, потому что я человек, который в этом мало разбирается. я конечно же могу спросить, могу вам что-то ответить, но когда вы в комментариях эти вопросы задаете, то нужно печатать это очень долго, поэтому как-нибудь мы все-таки с вами в трансляции возможно об этом поговорим, но опять же дать вам прям такие ответы на все ваши вопросы я конечно же не смогу. Самый частый вопрос, который мне задают, буду ли я освещать иконы. Иконы свои я не освещаю сейчас, потому что освещать нужны иконы, если вы на них будете молиться. Если вы не молитесь, то нет смысла вам их освещать. Мне нравятся иконы как произведения искусства. Я их воспринимаю как красивые картины, но если вы человек верующий и будете на икону молиться, тогда вам нужно осветить. О том, какие иконы освещают, какие нет, мы с вами уже говорили. Икона должна быть правильно написана по церковным канонам. Во всяком случае, вот об иконах светлиться я не слышала никаких нареканий. в принципе здесь лики нарисованы правильно. Бисер не должен быть темный, не должен быть мрачный. Ну, в общем, вот что касается ликов, очень часто на иконах на наших лики похожи на католические и церковь такие иконы отказывается светить. Ну, в общем, конечно же, нужно индивидуально подходить к каждой иконе, потому что фирм производителей много и могут разные возникать нюансы. Ну, вот конкретно о наборах светлиться я слышала, что они написаны правильно. Я консультировалась по поводу вот этих вот икон и, в принципе, никаких нареканий со стороны церкви конкретно вот к этому производителю нет. Я боюсь брать незнакомых производителей икон в работу вдруг потом эту икону нельзя будет осветить. Хотя в любом случае она в моей коллекции останется, но все-таки хотелось бы. Понятно, что я не молодею и когда-нибудь я приду к вере, я эти иконы освещу и они будут в моем доме стоять, эти иконы. Ну, у дочки, конечно же, все иконы будут освещены. Как я уже говорила, мой иконостас перейдет ей по наследству. Вот то, что я сейчас вышиваю, все перейдет моей дочери. Вот я вышила несколько рядочков. Что хочу сказать? Ну, хотелось бы рядочки чуть-чуть поближе. В принципе, можно было бы съехать с этого ряда и сделать бы поплотнее. Хотя, возможно, это так было задумано. Издалека будет смотреться нормально. в любом случае, пока до конца не вышлишь картину или икону, никогда не понятно, что будет в итоге. Иногда используются вот такие вот техники, где между рядами есть просветы, и в целом это смотрится красиво. В общем, когда икона будет завершена, тогда мы посмотрим в общем, в целом. И сейчас хочу показать, как развернуться. Да, вот многие спрашивают, дошли до конца. Вот сейчас нам нужно пришить последнюю бисеринку. Сейчас мы пришьем с вами последнюю бисеринку. И как нужно развернуться, как переходить на следующий ряд. Как я уже говорила, последнюю бисеринку обязательно пришиваем два раза, иначе она может провиснуть. вот так обязательно два раза пришиваем. Затем разворачиваемся и начинаем вышивать следующий ряд. Начинаем вышивать следующий ряд точно так же, как мы и начинали с вами первый ряд. То есть пришиваем первую бисеринку, возвращаемся назад. Вытаскиваем иглу. На изнаночную сторону не нужно выводить. Вот теперь одели бисеринку, вышиваем следующую. Теперь опять возвращаемся на один шаг назад. вышивки. Вот так происходит у меня живой процесс вышивки. К ниточке взяла я не очень удачные для урока. Почему нужно было верхний слой ниток убрать. То есть они давно лежали, и вот здесь немножко может быть кошки ими играли не очень ровные, поэтому верхний слой ниток нужно было срезать. Я взяла не очень удачную катушечку. И в заключении небольшой совет. Если вам нужно пересыпать бисер вот в такой маленький пакетик, как видите он рассыпается, берем с вами лист бумаги, сворачиваем его в воронку. Здесь у нас дырочка. Вставляем в пакетик и быстро высыпаем бисер. Возможно такой совет вам пригодится. Надеюсь я понятно объяснила как я пришиваю бисеринки в круговой технике. продвижение по этой иконе и что получится у меня в итоге вы увидите в следующих моих видео. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока пока-пока.